Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 апреля уже. И сегодня я хочу рассказать про такую быструю, про экстренную высадку томатов в грунт. Не важно там в теплицу или в открытый грунт. У нас бывают ситуации, когда, ну некогда нам вот это все заправлять, добавлять удобрения, перемешивать грунт. Все это очень долго же. И я сейчас расскажу, как делаю я. Я вот в той теплице было время, я все это намешивала, заправляла. Сегодня мне нужно высадить быстро-быстро-быстро, потому что у нас завтрашняя ночь передают холодная, минус 3, и послезавтрашняя. И там неизвестно еще какая будет погода, а вот сейчас пока 2 дня теплых, я хочу успеть высадить, упаковать ее, укрыть нетканным материалом. И чтобы она к морозной ночи уже подошла, ну более-менее такая здесь адаптированная. Это вот совсем другая теплица, видите, у меня здесь хранятся вот эти, которые, я же часть высадила, показывала вам для раннего урожая в теплицу. А вот это вот оставшиеся ждут в своей очереди для открытого грунта. Тут и Настенька, и Сибирская Тройка, и Петруша Огородник, и Демидов, все-все-все. Они здесь расти не будут, это временные квартиранты, а здесь будут расти самые-самые-самые высокорослые двухметровые гиганты. Вот у меня лежит ботяня, я их уже разложила всех по луночкам. Вот, загадка природы, видите, какие они уже большие, хорошие, их нужно высаживать. Вот это у нас Штраух, потом, так, это кто? А, вот это красавец-космонавт Волков, смотрите, они как деревья, прям такие. Там дальше у нас, что там у нас? А, юбилейный Тарасенко. Тут вот это вот новое, мне прислали индийское мясо, такой какой-то, не знаю, какой-то темноплодный, короче. Ну, тут все, тут и перцевидно, здесь и в больших, есть и в маленьких, но вся рассада, вы видите, что она уже просится в грунт, и что если я буду сидеть, пережидать, когда вот закончатся эти все похолодания, короче, все кончается тем, что я сейчас быстро-быстро просто воткну их в землю, не добавляя вообще ничего. Я потом, вот сейчас, после 1 мая, начну рассказывать подробно, особенно, когда буду в следующую высаживать, что разные варианты, все эти видео уже у меня есть, есть можно, есть без минеральных удобрений, я иногда высаживаю, например, там, говорила я, рыбная мука и зола, этого иногда бывает достаточно. Есть с минеральными удобрениями, суперфосфат и серно-кислый калий, но это все добавляю перегной, все это заделываю во время. Сейчас я не буду делать ничего. Вот это именно экстренная такая высадка, как же удобрить потом? И тут мы как раз издалека мелкими шагами подобрались вот к этой вытяжке из суперфосфата, которую я вчера сделала. Я ее положила, поставила просто, чтобы вы посмотрели, как она выглядит на следующий день. Вот я ее вчера весь день помешивала, все сопутствующие, все вот эти гипсы и какие-то там другие осели на дно. Некоторые говорят, что выбрасывают в компостную яму, некоторые говорят, что подкус собородина куда-то выбрасывают. Но я начиталась, не знаю, правда это или нет, говорят, что в этом, вот там, где гипс и все остальное, могут быть какие-то тяжелые металлы. И почему-то пишется, что лучше этот осадок выбросить. И вчера было много вопросов, какую все-таки верхнюю или нижнюю часть использовать. Конечно верхнюю. Весь фосфор у нас растворился, он в верхней части, мы сейчас осторожно я солью, а вот эту белую, гипс и все остальное, в чем был намешан этот, короче, что было пропитано этим фосфором, мы, я вылью вообще просто вон в канализацию. И вот после такой высадки я сейчас их быстро-быстро высажу, мне еще нужно съездить в одно место, и потом приеду, разведу вот эту вытяжку, которая у меня уже готова, и просто полью вот в эти луночки. Я сейчас вам расскажу. Я вчера давала рецепт 100 грамм на литр воды. Потом вот эту вот вытяжку, это концентрированный у нас раствор, мы разбавляем. Беру примерно 150-200 грамм, ну где-то стакан небольшой, на ведро воды. И везде рекомендуется во всех, во всех вот таких научных статьях добавлять туда азотистое любое удобрение 20 грамм, это значит столовая ложка. Я не знаю научного обоснования, потому что я не имею биологического образования, но везде пишется, все вот эти специалисты пишут, что это для лучшего усвоения фосфора. Что растениям вот так проще, когда добавлено азотистое удобрение, усваивается этот фосфор быстрее. Все, добавляем туда, все разводим это на ведро воды и начинаем поливать. По пол литра на кустик, по литр на кустик, это уже не имеет никакого значения, можете, тут не обязательно точно вымерять. Вот я буду сейчас первый раз поливать по пол литра, потому что по литру 2 литра это будет слишком много, я сейчас, и так мне придется немножко сейчас полить. Все, смотрите, в этот же раствор, когда вы на ведро воды наводите, многие добавляют золу. Это уже для поле комплексного, там уже, значит, будет зола, это калий. Но если нет золы, можно добавить просто вот этот серно-кислый калий, но калия всегда добавляют немного, на ведро 1 чайную ложку. Так, про рецепты я говорила, существуют разные. Если вам, вот у меня 100 грамм на литр, если вам взвешивать негде, неохота, неуверены, многие делают просто спичечный коробок на ведро воды. Можно в простом стакане или в пол литровой банке засыпать спичечный коробок суперфосфата, в течение суток настоять, потом это все развести в ведре воды. И там уже вы хотите, добавляете серно-кислый калий, хотите, добавляете стакан золы. Все это вариантов много, и тут единого рецепта нет, вам никто не скажет, что делайте именно так. У каждого, вот кто опытный, у каждого свой такой проверенный рецепт. Я, если честно, чаще всего пользуюсь зола, потом отдельно где-то, ну потому что золу потом делаю или опудривание, или еще что-то. Сейчас я вот, если по-быстрому, просто ложечку серно-кислого калия в ведро добавляю и буду поливать. Ну и этого, какую-нибудь азотистую выберу. Все, потом уже можно золу и припудрить, можно делать какое-то зольное опрыскивание. Вот это вот экстренная высадка, когда ничего вообще в лунку не добавляется. Высаживают и так, все это можно потом в жидком виде, в виде полива, или в виде некорневой подкомки опрыскивания ввести. Про суперфосфат, так как много-много вопросов, я скажу еще раз. Смотрите, достаточно сейчас вы при высадке, если польете вот этой вытяжкой нормально, потом, как только начнется массовое цветение, можно сделать опрыскивание, то есть некорневую подкормку. И потом будет, когда завязывание, вот такие завяжутся уже плоды, как с грецкий орех, ну массовое завязывание, можно сделать еще или полив, или опрыскивание, это для того, чтобы плоды набирались сахаристость, чтобы они были вкусные. И иногда вот таких вот трех минимальных, вот три подхода с суперфосфатом достаточно на весь сезон. Но проще всего, конечно, потом после уборки урожая можно просто под перекопку рассыпать, это все самое простое, не делать вытяжку, ничего. Тут про амофос говорили, да, он более растворимый в воде, он быстрее усваивается, но почему-то я вот в статье читаю, там написано, что не всем он идет, что именно вот для наших, для овощей вот этих больше рекомендует суперфосфат, а амофос более подходит для картофеля, для винограда и для свеклы. Во многих-многих источниках я это читала. Но спорить не буду, если кто-то оспорит, например, что амофос идеально и для этого подходит. Я не знаю, я вот пользуюсь суперфосфатом. Все, до свидания. Это как можно короче постаралась и как можно больше информации. Вот сегодня у меня экстренная высадка, когда ничего не добавляю в лунки абсолютно, потом сделаю вот этот полив и все микроэлементы, ой, макроэлементы туда поступят, а потом еще, когда все высажу, я вот первую теплицу, когда все высажу, я сделаю вот это опрыскивание, как витаминный коктейль, там, где все микроэлементы. Буду опрыскивать, все покажу и все подробно постараюсь, расскажу. Сейчас высаживаю и про микроэлементы говорить еще пока некогда. Пока мы вводим вот эти макро, то есть фосфор, калий, ну и азот, конечно. Продолжение следует...